В предыдущем ролике я начал говорить о том, что выбор идеологии связан с психологическим типом личности и деление на консерваторов, либералов, коммунистов довольно-таки условное. И все представители вот этих вот идеологий, как правило, настроены радикально. И не так важна идеология, как важен психотип. И мы знаем, что регидность, свойственная людям некоторым, она в конечном счете определяет выбор идеологии. Идеология, она может быть разной, она может быть и либеральной, и консервативной, и коммунистической, и фашистской. Но в любом случае, главное, что присуще этим людям, это их негибкость. Это жесткость методов достижения цели, это неспособность изменить программу ментальную и так далее. И мы видим прекрасно, вот например, на примере того же Путина, вот сейчас любят цитировать то, что говорил Путин, когда только стал президентом в 2000 году, то, что он говорит сейчас, какой-то контраст. Так вот, ничего удивительного в этом нет. Те, кто удивляется, пытается выдать, пытается что-то там нас как-то шокировать этим, ничего удивительного, они не понимают простой вещи психологической. И что с годами, ригидность только возрастает, только повышается. Поэтому, за вот этим всем закручиванием гаек, стремлением удерживаться у власти как можно дольше, проводить вот эту свою политику негибкую, за этим, за всем скрывается вот такая ригидность, которая с годами только усугубляется. Поэтому геронтократия, геронтократия, это крайне вредная, крайне опасная вещь. И чем больше стариков будет во власти, а старики это что? Это прошлое. Это всегда прошлое. Поэтому мы видим обращение к прошлому, к старым мифам, в данном случае советским. Я беру Россию исключительно потому, что она мне ближе, и вам ближе, как людям русскоязычным. Но мы, на самом деле, примеров-то в мировом масштабе много. Можно взять и Алжир, можно взять какие-то африканские страны, другие, и так далее. И вы увидите все то же самое, о чем я говорю. Но только на других примерах. Я использую просто ближе, которые ближе к нам сюда. И вот это ригидность. Нам, эти люди из прошлого, они уже прошлое. Они не будут никогда в будущем. И видите, это обратная сторона достижений науки нашей, что жизнь-то продлевается, и активный возраст продлевается, а психологически-то люди не развиваются, они остаются ригидными в своих жестких рамках. И в результате наука чему способствует? Вот эта геронтология, она, по сути, продлевает, замедляет социальное развитие. Вот вам обратная сторона, к примеру, да? Поэтому эти люди будут удерживаться у власти, будут действовать теми методами, которыми они привыкли действовать, которые были в Советском Союзе. Например, то же самое касается постсоветских стран. Понимаете, можно ненавидеть коммунизм. и для этого есть основания. Но при этом какая альтернатива к этому всему? Консервативная модель, которая, по сути, отличается только чем она отличается-то. той же самая да ничем, тут та же самая ригидность, та же самая отсталость. Вот, поэтому вот на что надо обращать внимание прежде всего. Когда мы видим, ну вот в предыдущем ролике вы можете послушать, посмотреть критерии этого всего. Поэтому все не так просто, не так однозначно. вот, а сегодня мы поговорим с этими идеологиями, да, я имею ввиду что вот коммунисты плохие, а либералы хорошие. Так вот, либералы, посмотрите, к чему привела либеральная модель, создаваемая ригидными людьми, к тому, что появились, появился класс олигархов и теперь, значит, это считается нормой и правилом. или, например, там, частная собственность, только частная собственность, это другая крайность. Вы думаете, что частная собственность это гарантия благополучия, что ли? Конечно, нет. Мы видим, как все продается, потом мы видим, что частники могут обанкротиться и люди, которые на них работают, останутся без работы. и так далее, и так далее. Там есть свои огромнейшие минусы в этом либерализме. Многих людей просто могут выкинуть, которые не могут себя защитить, отстоять свои права. это будет новая форма экономического рабства. Что мы, кстати говоря, и наблюдаем. Новую форму экономического рабства. Об этом мало кто говорит. Опять же, в силу ригидности, думают, что так и должно быть, что надо людей загрузить работой, чтобы они пахали как валы. И это и есть идеальное общество. Опять же, ригидные люди строят тюрьму. Во всем нужна гибкость. Поэтому гибкость и, конечно, срединная, срединный путь. и здесь государство должно регулировать. Но, опять же, если к власти в государстве приходят ригидные люди, то какое здесь может быть регулирование? О чем тут может быть речь? Я думаю, будет строиться фашистское государство. Так или иначе, все государства имеют черты фашистских. можно это обнаружить. И так же, как и коммунистические черты тоже есть. И давайте сейчас поговорим немножко о фашистах и коммунистах. Решающий эксперимент, который следовал эти разнообразные взаимосвязи, равно как и связи между идеологией и личностью, был проведен канадским психологом Тельмой Култер. Она провела многочисленные анкетирования и тестирования с использованием установочных и личностных тестов членов коммунистической и фашистской партии. партии. Но не из числа студентов, а из числа рабочих с долгим членством в партии. Или в крайнем случае из числа представителей среднего класса, но также с долгим пребыванием в партии. Это очень важно. Почему долгое пребывание в партии чревато застоем. Понимаете, то, что я говорю, это важно для нас, потому что, чтобы вы не заблуждались, когда вы идете на выборы, когда вы слушаете политиков, которые по 20-30 лет у власти, что что-то изменится. Не будьте идиотами. это очень важно, поскольку студенты склонны вступать в экстремистские организации, покидая их через очень короткое время. Кстати говоря, в стране, в России преследуют студентов, молодежь, которая участвует в каких-то экстремистских организациях. С точки зрения науки это неправильно, потому что они через короткое время покинут их в силу своей гибкости. Они просто эти организации перестанут удовлетворять их потребности. К сожалению, государство, управляемое ригидными людьми и мракобесами, этого не понимает и ломает судьбы этих подростков. Те же пусть и рай взять. Ведь естественное развитие их личностное, индивидуальное было вот в него вмешалась государственная карательная машина и что у этих девочек психотравмы на всю жизнь. Покалеченная психика. Для чего это надо было делать? Что они такого сделали? Опять же ригидность. Причем эта ригидность власти была навязана всему обществу. Об опасности подчинения я говорил уже не единожды. И в книге моей «Психологический социализм» я пишу об этом. Об опасности подчинения. Но это происходит везде и всюду. люди не бунтуют, люди не возражают, люди не спорят, а подчиняются. В результате ломаются судьбы, ломаются жизни, даже погибают люди из-за этого. Там один паренек, я забыл его имя, за то, что он выступил против войны, его стали гнобить, и он покончил самоубийством. Ну вот наше общество ригидное, рабское, которое подчиняется властной идеологии, пожалуйста, доводит до самоубийства подростков, не давая им возможности развиваться естественным образом. Культер с большим трудом удалось убедить своих испытуемых, которые все были мужчинами, принять участие в эксперименте. Идеологи склонны к подозрительности, даже паранойи, и рассматривают всякого, кто не с ними, как того, кто против них. Иисус был, кстати, ригидной личностью, кто не с нами, тот против нас. Таким образом, в интересах исследований она была вынуждена вступить в обе партии одновременно. Очень смелый и, на самом деле, рискованный поступок. К счастью, ее не раскрыли, и она ходила на собрания обеих партий, агитировала за них и продавала для них газеты, и никто не подозревал о ее связях с другой партией. Теперь, когда она была соратником по партии, и коммунисты, и фашисты с большей охотой соглашались на тестирование, ее диссертация увековечивает то, что является, пожалуй, наиболее рискованным, а одновременно и наиболее интересным социально-психологическим исследованием, которое когда-либо проводилось. Различия и сходства между двумя группами были поразительными, а по своим личностным чертам. Члены обеих партий были удивительно похожи. Исследование было проведено в 50-х годах, когда в Великобритании еще существовала фашистская партия. Сейчас такой партии официально не существует, однако национальный фронт подхватил многие из ее лозунгов. Было бы интересно повторить это исследование с новым поколением фашистов и коммунистов. Может быть используя американские, немецкие и другие национальные выборки, равно как и британскую. каковы были главные черты личности фашистов и коммунистов. Култер. Она отмечала ярко выраженную враждебность и агрессивность, что вполне согласуется с описанием Крэнстона, которые приводились. В предыдущем ролике я приводил описание Крэнстона. Еще одной яркой чертой исходной для обеих идеологических групп и отличавшей их от контрольной группы была ригидность их установок. Фашисты и коммунисты отличались гораздо большей ригидностью мышления, чем представители контрольной группы. Они также демонстрировали гораздо большую одержимость своими установками. Они очень эмоционально относились к тому, во что они верили и интерпретировали всякую критику или несогласие как враждебность. Но вот мы видим то же самое среди националистов везде и всюду. В нашей культуре угрожают языку угрожают антисемитизм, русофобия, ксенофобия, афрофобия. Все вам пожалуйста полный набор. Полный набор. Вот вам националисты гибкий и критику воспринимают как несогласие, как враждебное отношение. Вот вам ригидные люди. Гибкий человек что скажет? Он будет думать о принципе справедливости. если меня критикуют справедливо, я это приму к сведению и стану лучше. Потому что я признаю свои недостатки, свои проблемы, поработаю над ними и стану лучшей версией себя. А что? Оригидные люди что? Ты их критикуешь, значит ты враг их. И это навязывается всему обществу. Общество сводит с ума этой ригидностью. В результате все общество живет в страхе, в подчинении. Вы видели, чтобы кто-то сопротивлялся? Вот к примеру, я тут как-то перед выборами в Эстонии смотрел ролик один, где националисты, консерваторы задавали премьер-министру Эстонии вопросы конкретные, прямые. на которые тот увиливал, не давал точного конкретного ответа. В результате что мы видим? Что у премьер-министра нет никакой позиции и по сути он озабочен только тем, чтобы удерживаться у власти. метод прямых вопросов это самое главное для решения любой проблемы. Метод прямых вопросов. Когда это все затуманивается, в результате проблемы не будут решаться. Этот министр не будет решать проблемы. никакие. Вот элементарные вещи, вот элементарное знание психологии и какое-то наличие психологической культуры, интеллекта, знаний, вот даст представление о том, кто нами управляет, какие люди во власти и чего от них ждать самое главное. Наши люди ждут. Если человек не отвечает прямо конкретно на прямые вопросы, все это пиши пропало, ставьте на нем кресл. Ничего в стране не изменится. Мы это и видим. Мы это и видим. Проблемы не решаются. Дальше. И критика как враждебность. Ну, конечно. Конечно. А они не терпели двусмысленности, то есть не могли мириться с сомнением или неясностью и требовали немедленного решения и действия. Догматизм и стремление доминировать были еще одними наиболее заметными чертами. Первая в большей степени ассоциировалась с фашистами, вторая в большей степени с коммунистами. Догматизм ассоциируется с фашизмом, а стремление доминировать с коммунизмом. Вот вам пожалуйста. в Прибалтике серопаспортники, да, люди по сути без политических прав. Вот одна этническая группа доминирует над другой. Вот вам черта, свойственная коммунистам. А кто у власти, бывшие коммунисты? Все закономерно, понимаете. Психология это точная наука, такая же точная, как физика. Законы психологические точны, как и законы физики. Вот вот что мы имеем. Коммунисты у власти бывшие. И они и ведут себя соответствующим образом. А догматизм свойственным фашистам. Догматизм в культурный догматизм, да, языковой догматизм. Все должны знать эстонский язык, например. Да, вот этот догматизм тоже. Кстати, знание немецкого языка не уберегло евреев от Холокоста. Потому что речь идет не о цели, цель ведь не мирное сосуществование, да, а цель что? Доминирование. Цель подчинение себе и так далее. Вот вам пожалуйста. Если люди начнут это понимать, все осознавать, сразу все станет ясно и понятно будет причина проблем, куда надо двигаться, вот, и кто у власти находится, чего от них ждать, и как надо себя вести с ними. То же самое в России, например, да, вот, это нетерпимое отношение к инакомыслию, но нетерпимое, все. ты против, ты критикуешь режим, тебя давай в психушку, уголовное дело возбудим, назовем экстремистом, то же самое, то же самое, доминирование, вот это, свойственное фашистом. Вот, а догматизм, а что, еще он где присущ религиозным организациям, религиозным идеологиям, вот, почему религиозные и националистические идеологии так связаны близко, вот почему русская православная церковь, вот, потому что это все проявление догматизма, ригидности, догматического мышления, вот вам, пожалуйста. И конечно, в этих условиях это все прошлое, да, и какое-то развитие, какое-то движение, какие-то новые идеи, они не будут восприниматься, понимаете, ригидные люди, вот, якобы по-новому жить будем, не будем жить по-новому, потому что власти ригидные люди, они не воспринимают эти идеи, еще надо учитывать возраст, возраст обязательно, патриарху сколько лет, президенту сколько лет, вот этим вот депутатам, аппарату госуправления и так далее, посмотрите, там большинство это старичье, ригидное старичье, догматики и вот эти вот те, кто хотят доминировать, даже возьмите своих родителей некоторых, да, вот авторитарных, вот вам пожалуйста, а если это в масштабах страны, ой-ой-ой, например, коммунисты демонстрировали меньше прямой агрессии, чем фашисты, однако в целом сходства намного перевешивали различия, возьмите риторику, да, агрессивная риторика, по сути, вот это все проявление ригидности, и вместо того, чтобы создавать атмосферу любви, атмосферу поддерживающую среду, да, вот моя идея национальная, я это говорил уже, но это можно повторить всегда, это общество как поддерживающая среда, вот пожалуйста, мы поддерживаем всех в их стремлении развиваться, самореализовываться, как трудно бизнес начать, например, да, вот, а ведь если дать чеку возможность, какой-то капитал, основной безусловный доход, чтобы он ничем не рисковал, зная, что в следующем месяце он еще получит, он будет активным, ведь смысл-то государства в том, чтобы поощрять активность граждан, люди пассивные, они боятся, ничего, ну вот мы имеем то, что имеем ригидные социальные структуры, ригидные государственные органы управления и в целом вот эту отсталость это болото. Все сводится к психологии, как мы убедились. Войну, кстати говоря, Вторую мировую выиграли десятиклассники, если бы старики, ну, вряд ли бы они там победили, не имея гибкости мышления. Вот. А в следующем ролике мы поговорим о личности и политических убеждениях, вот как это все связано.